Дорогие друзья, дорогие, слушайте это слово сегодня. Хочу читать изъяния апостолов, 4 глава, 12 стих. Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы сам спастись. Нет другого имени, только одно имя. Это имя Иисуса Христа. Имя Иисуса Христа это то имя, в котором получает спасение каждый человек, который приходит к Нему. Который верит всем сердцем, что Христос это единственный метод, единственный способ спастись в этом мире. Это тот, который умер из-за мои грехи. И приходя к Нему, и веря Ему, и говоря, что Господь, прости меня, Он спасает нас. И мы делаем с детьми Божьими только в Его имени. Но очень важно, чтобы мы и говорили об этом прекрасном Иисусе. Я хочу прочитать 2 послание Коринфянам, 4 глава, 3 по 7 стих. Если же и закрыта наша Евангелия благовествования, то закрыта для погибающих, для неверующих, у которых Бог века всего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования, а славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа. А мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наше сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписывая Богу, а не нам. Я когда читаю эти слова, я слышу здесь слава Божия. Иисус Христос – это носитель славы Божией. И это образ Бога. И когда мы говорим об Иисусе, это больше и более вот именно Его слава, потому что Он пережил на земле все трудности. Да, Он прожил, но теперь мы больше должны смотреть на Его славу, и она отражается в нас, она меняет нас, она нам дает все чувствования. Когда мы делаем больше упор только на страдания Христа, которые Он принес, это очень важно их знать, потому что Он прожил самый трудный путь жизни, вот именно перед смертью, как Божий Сын, Он перенес вот те великие страдания, которые случилось Ему принятие, это смерть на кресте, эти гвозди, которые пронзали Его тело, все, что Он пережил, и весь грех мира на нем лежал, это очень трудно. Но для нас Христос воскресший, сильный. Да, когда мы видим, как трудно досталось наше спасение, нам это важно знать. Но сегодня, когда мы воскресли с Ним, мы представляем Его и видим, Он теперь во славе Божией. Он, одесную Бога, находится там, на небесах. И вот этот Христос, Он сегодня делает людей счастливыми. Он сегодня их наполняет в больших трудностях. Я когда читаю тех людей, которые перенесли огромные трудности в тюрьмах, они из-за Христа страдали, но Он им давал силу, Он их пронес через все трудности и, так сказать, дает им кусочек своей славы с небес в их сердцах. И мы сегодня несем то же самое для других, потому что вот именно свет Евангелия, который мы здесь читаем, но мы носим его, да, в наших глиняных сосудах. Мы люди, которые тоже делаем ошибки, мы люди, которые у нас не все так получается, но мы смотрим на него, мы видим его победителя, победителя, который все перенес. И эту любовь его, эту его красоту переносит другим людям. Если мы думаем о разбойнике о кресте, представляете, что увидел этот разбойник на кресте? Он, так сказать, тоже прибитый гвоздями ко кресту, но он говорит, я страдаю здесь, потому что я совершал злые дела, я убивал людей, я грабил, я делал все. И теперь я страдаю за это, но помяни меня в своем царстве. Он как будто бы вот взглядом своим увидел то царство Божие. Он увидел Христа рядом, который без греха, который страдает ни за что. Он-то совершил все это гнусное, что он сделал, за это он страдает. Но он увидел ту красоту царства Божия. И Иисус говорит ему, сегодня же будешь ты со мной в раю. Как смог этот грешник увидеть вот именно ту красоту дальше? Не те страдания здесь, а именно там, ту красоту и славу Божию. Именно эту красоту и славу Божию нам нужно как-то ярче, как-то сильно преподносить людям. Потому что действительно нету лучше света, нету больше красивее места, чем небо, где находится Иисус. Он говорит в одном месте, что глаз того не видел, ухо того не слышал, на сердце не приходило человеку, что Господь приготовил любящим его. Да, нам надо полюбить его, полюбить его всем сердцем, чтобы мы могли иметь его чувствование, чтобы прочувствовали все то, почему он, так сказать, ради этого неба покинул его и принял вот эти вот страдания. Почему? Потому что у него была большая любовь. Он возлюбил нас, когда мы еще были грешниками. И теперь он находится в славе, славный Иисус Христос. И упование славы, это то, что в нас живет. Так говорит апостол Павел Колоссянам, 1 глава, 27 стих, он говорит, Христос вас упование славы. Когда он в нас, тогда появляется его слава, его красота. С этим человеком, который имеет Христа, с ним прекрасно быть. Его смирение, кротость, которая от Христа, она переходит на людей, на его учеников, которые учатся от него. И мы вместе с этим разбойником, которым скажем, Господи, помяни нас своим царством, мы хотим быть с Тобой. Мы сейчас уже вкушаем от тех благ, которые Ты имеешь. Мы сегодня познаем Тебя как великого, прекрасного Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Но мы верим, что Ты еще больше приготовил в той вечность, где мы будем с Тобой. Это так здорово. Слава, Господи. Слава Тебе за Твое дорогое Слово. Мы, читая его, проникаемся, вникаем. И оно делает нас счастливыми людьми. И спасибо, Господи. Аминь. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok